Здарова всем ребят, с вами Хилхерц, и сегодня в рамках рубрики «Я б сыграл» мы с вами посмотрим на игру Strategic Mind – The Pacific. Ну, как, скажем так, гласит описание из темы – это пошаговая стратегия, события которой разворачиваются в период Второй мировой войны и демонстрируют войну между США и Японской империей в Тихом океане с поразительной исторической точностью и вниманием к деталям. Вот, игра вышла, получается, 25 октября 2019-го, до этого, возможно, был ранен недоступ, не уверен, но ко мне ключик попал, вот, большое спасибо за его предоставление, давайте же посмотрим на игру. Я уже немножко посмотрел настройки, подкрутил, вроде как игра вообще не требовательная, давайте же смотреть, получается, что? Вроде как 60 фпсов, но выглядит как будто вот покадрово. Ну ладно, я думаю, давайте пробуем новую игру. Здесь нам предлагают играть за кого, за США или за японскую кампанию. Ну, знаете, я такой, чтобы за японскую кампанию. Так, с незапамятных времен японцы были выдающимися войнами, несокрушимыми, благородными, преисполненными чувства долга. Однако, пришел 20-й век, и горды и потомки страны Ямато оказались тени мировых сверхдержав – США и Британской империи. Это, конечно, очень интересно, но, ребята, камон, мы что, в школе? Так, выбор сложности. Повествовательный, разумный. Так, ребята, я в стратегиях довольно сложен, ну, гриф, так что давайте пока начнем с казуального режима сложности, если вы не против. Давайте разумный, окей. Японская империя, военные учения, весна 1941. Если эта игра хотя бы немножко будет похожа на Red Alert, который я играл на PlayStation 1, это будет офигительно. Так, ну здесь у нас восхитительная атака с воздуха. Ну, почти попали. Ну, почти все рядышком. Либо они не взрываются у них. Адмирал Ямамото, докладываю о результатах учений. Все цели поражены. За последние несколько месяцев наши пилоты значительно улучшили навыки торпедных атак. Хорошо. Я лично выражу благодарность за их отличную службу. Пилоты истребителей просят разрешения использовать фигуры высшего пилотажа во Ранее мы запретили их из-за высокого риска гибели летчиков. Разрешение предоставлено. Если начнется война, наши пилоты будут плохо подготовлены, то погибших среди них окажется гораздо больше. Их тренировки должны быть жесткими. Да, сэр, говорит. Ну, разумеется, я уже переписываю начало, потому что в тот раз я не нашел, где включить субтитры. Немножко осуждаю, потому что желательно, ну, на мой взгляд, изначально по дефолту ставить включенными субтитрами. Вот. И я поставил фуллскрин мод, игра вообще перестала фризить, мышка идеальна, все супер. Как же прекрасно цветущая сакура. Вы так не считаете, Ямамото? Это тот, кто кораблем управлял. Она уже начала цвести, а наш флот все еще воздерживается от решительных действий против Соединенных Штатов. Цветение сакура и вправду очаровывает, но вскоре ее листва начнет опадать. Не падет ли вся Япония, если мы будем вовлечены в безнадежную войну против Соединенных Штатов и Великобритании, министр армии Тадзио? Армия пыталась защищать императора, однако без топлива мы не способны выполнить свой долг. Поэтому нужно захватить Индокитай и использовать его нефтедобычу. Это лишь сукубить ситуацию. Меня пугает то, что 80% нашего топлива импортируется из США. Если мы вторгнемся в Индокитай, то получим могущество нового врага, но при этом все еще будем без топлива. И что? Мы должны продолжать плясать под дудку Янки? Уж точно нет, говорит капитан. Мы не можем ждать этих жалких подачек. Мы обязаны получить все необходимое для защиты императора нашей Родины, узирая на обстоятельства. Весь флот в целом и лично я против войны с Соединенными Штатами. Они немедленно присоединятся в Великобритании и Нидерланды. Их объединенные силы чересчур сильны. Наш самурайский дух и вера в императора помогут разгромить любого врага. Для меня это выглядит как бессмысленное ребячество. Лишь прямая команда от императора, которому я верно служил, заставит меня отправить флот против Соединенных Штатов. Я уже говорил, еще раз повторюсь, здорово то, что разработчики заморочились насчет катсцен. Это немножко. Японская война вторг... Японские войска вторглись в южный французский НДКитай 28 июня 1941-го. В ответ правительство США наложило экономические санкции на Японию, включая заморозку японских активов в США и эмбарго на поставки нефти в Японию. Токио, сады императорского дворца, 27 ноября 1941-го. Нота хала. Просто нелепо. Сколько еще оскорблений нам предстоит стерпеть? Янки хотели бы держать нас на поводке, запихнуть собачью в утку и кормить объедками. Это равносильно объявлению войны. Вы стали премьер-министром, генерал Тадзио, однако, не стали более благоразумным. Вы действительно ожидали, что Соединенные Штаты проигнорируют захват нами Инда Китая? Рассудительный человек всегда найдет способ избежать войны. Адмирал Ямамото, тогда когда вы уже поймете? Если мы упустим США без боя, станем лишь еще одним штатом. Соединенных Штатов и японская нация исчетнет навсегда. В то же время, если мы примем бой, пусть и неравный, то даже если мы проиграем, наши потомки смогут возродить Японию и жить дальше с города поднятой головой. Не вы будете умирать, генерал Тадзио, а японская молодежь. Если потребуется, я более чем готов отдать свою жизнь за Императора, нашу страну и ее будущее. И кто же дал вам право решать за всю Японию? Его Величество Император утвердил разработку и реализацию плана. План на атаки на флот Соединенных Штатов с целью защитить наши интересы в Тихом океане. Я подчиню свою императору. Я жду, что мы официально объявим войну США перед началом нашей атаки. Мы не можем обесчестить нашу страну в глазах всего мира. Думаю, вы правы, адмирал. Я удостоверюсь в том, чтобы наши дипломаты были предупреждены. Адмирал Ямамото, штаб флота разработал план атаки на Перл-Харбор в соответствии с вашими указаниями. Наш первый авианосный флот уничтожил флон США одним сокрушительным ударом. Считаю своим долгом напомнить вам, что я всегда считал этот план неоправданно рискованной авантюрой. Мы должны использовать методы, проверенные временем, а не какие-то выдумки. Методы, проверенные временем, хорошо работают, если силы противника равны. Мы же должны совершить настоящее чудо ради в Японии, чтобы победить в этой войне. Так точно, адмирал. Угаки, пожалуйста, сообщите нашим дипломатам точное время предстоящей атаки. Они должны официально объявить войну, прежде чем мы начнем атаку. Считайте, что это уже сделано. Дом Гейши Тиёко Кавайи. Очень много катсцен. Завтра мне предстоит покинуть только вместе со своим флотом. Не могу рассказать, куда мы отправляемся, но меня не будет довольно долго. Боюсь, что вскоре во всей Японии начнутся проблемы с продовольствием. С этим ты не будешь голодать. Кстати, в разных катсценах разный звук диалогов. Ямамото-сан очень добр ко мне, поэтому постоянно приходится подкручивать. Я буду скучать. Пожалуйста, пишите мне как можно чаще, ваши письма так прекрасны. Непременно. Не забывай ты о старом добрым Ямамото. Стратегик Майндзе Пасифик. Ну так вот, катсцены типа, они как бы призваны, чтобы мы больше погрузились в историю, и у нас было понимание вот этой исторической точности, в которой было написано в стиме. Так, пример министр Тодзе, адмирал Ямамото, жребий брошен, великая японская нация вступает в войну, еще никогда не приходилось сталкиваться со столь могущественно опасным противником, император объединенный флот вам, адмирал, сейчас вы должны нанести врагу внезапно сокрушительный дар, от которого вы не сможете. Он уже не сможет отправиться. Отправиться. Я даю вам приказ начать операцию с полной уверенностью в силе императорского флота и в том, что боги было говолят в вашей благородной миссии. Слава императору, говорит адмирал Нагума. Командующий ударным соединением, мы приблизились к Пёрл-Харбору, но достигнутся атаки активности американского флота не наблюдается. Прошу уточнить тактическую обстановку университета схождения целей с учетом свежих разведданных. Отлично, адмирал Нагума. Сейчас мой начальник штаба адмирал Ма-То-Ме-Угаки снабдит вас актуальными сведениями. Одновременно с воздушной атакой наши подводные лодки должны скрытно проникнуть в бухты и торпедировать вражеские корабли. К большому сожалению, оба авианосца Техиокенского флота США несколько дней назад покинули Пёрл-Харбор. Однако, по данным разведки, в восточной части бухты компактно сосредоточено 8 линкоров, составляющие главную силу американского флота. Также крайне важно нейтрализовать американскую авиацию. В данный момент она является легкой целью, поскольку сконцентрирована на аэродромах. Советую разбомбить их до того, как основная масса вражеских самолетов сможет подняться в воздух. Так вот, у меня предположение, что если бы начинали за США, то была бы совсем другая компания. Так, северное, центральное и южное нефтехранилище, судоремонтный завод, электростанция в Пёрл-Сити. Еще раз подчеркиваю, при ударе по Пёрл-Харбору важны внезапность натиска. Мы не должны дать врагу опомниться и организовать эффективную оборону. На севере находятся радиолокационные станции. С их помощью враг может видеть наши силы на значительном расстоянии. Следует учитывать факт, при проведении операций на все. Что ж, приказ вы на черте такой, когда ИБД помогут нам духи предков. Е, так, ВСД, управляшка. Так, ага. Очень резкое управление, надеем мы спряемся. Так, основные задачи. Линкор противника, авиация дополнительная. Так, а подождите, а где мы? Есть карта? Карта мира есть. Это все мой флот? Серьезно? Я бы... Знаете, я это первый раз я такое вижу. Угу. Тут походовая? Господи, вы серьезно? Подождите, а я... Что-то вообще не могу удуплиться. Так. Это... А-а-а, ничего себе. Ну, нападать-то нельзя? Нам что сказали, разрушить? Ну, всякие нефти штуки. Ладно, подождите. Я еще могу ходить. Давайте еще подплывем. Ваши ВСК стоят из основных и преданных подразделений. Индикатор силы основных подразделений выделен зеленым кругом, преданных желтым шестиугольником. Преданные подразделения выдаются на одну операцию. Основные останутся с вами на протяжении всей кампании. Вы можете повышать их уровень, увеличивать хп и экипировать новым снаряжением. Речь в первую очередь. Так, основные. Хорошо, понятно. Это что такое? Прогресс победы? Ну, это все тайминг, не тайминг, количество авиации. Так, ну а как бомбить-то? А, это мистер самолет пролетел. Ну, давайте ради интереса пробуем напасть. Чего? Параметры, порт. Господи, а что так сложно-то? Это не должно быть настолько сложно. Ладно, сейчас разберусь, секунду. Внезапно попадаем в обучение. Добрый тур, адмирал, перед вами постоянная задача занять остров. Ага, захватить порт аэродром. Ну хорошо, не изменяешь на упражнение, нажмите кнопку. Так, сейчас остров контролирует вражеские силы, вам необходимо схватить порт. Понял. А также аэродром с целью воздушного доминирования. Ага. Помимо этого, враг контролирует небольшой остров поблизости. Хорошо. До вашего вопления наши войска смогли занять еще один небольшой остров с портом, который в данный момент снабжает наши войска ресурсами. Вражеские сменец баллокирует наш порт, нужно потопить его. Выберите линкор, наведя на него курсор, нажав левую кнопку мыши. Вот это понятно, спасибо. Так, каждый корабль оснащен разными видами оружия. Разные дистанции атаки орудия главного калибра линкоров являются самым дальнобойным. Чтобы выбрать главный калибр, наведите курсор на его значок и нажмите левой кнопку мыши. Главный калибр. Чего? А, вот пухи, ага. Так, дальность стрельбы 4, дальность стрельбы 6. Наведите курсор на вражеские сменец, нажмите левую кнопку мыши для атаки. Типа раз, два, три, четыре, пять, шесть. Окей. Корабли могут атаковать своими орудиями дважды в ход. Повторно атакуйте главным калибром. Помимо главного калибра, линкор оснащен менее дальнобойной артиллерией второго калибра, для того чтобы подведите ближе противнику. На две. Уберите второй калибр. Ну и бахните. Повторный залп. Вражеский эсминец поврежден, но все еще держится на плаву. Набейте его своим терминсминцем, выберите его. А как понимать, кто ходит? Это типа моя армия, это типа их армия, да? Пошагово, офигеть. Слушайте, это первый раз такое вижу. Подведите его к вражескому кораблю на дистанцию артиллерийского огня. Атакуйте противника. Ну, надо, наверное, подождать, да? А, у него типа меньше зарядов. Ура, вы потопили первый вражеский корабль. Еее. Че делать? Порт разблокирован. Теперь наши корабли, находящиеся в радиусе его действия, будут автоматически пополнять горячий боеприпас. Выберите порт, наведя на него курсор и нажав левую кнопку мыши. Обратите внимание на гексы, обозначенные белыми ящиками. Это зона действия порта, в котором ваши корабли получают снабжение. Понятно. Нажмите конец хода. Куда? Сюда, что ли? Да, противники ходят. Офигеть. Ага, то есть корабли, скажем так, в режиме защиты атакуют. Здесь у нас бомбят нас понемножку. Угу. Угу. Происходит война. Это все ход противника? Нифига себе, он долгий. Мои корабли были заспотаны. Слушайте, по-моему, как это, будет подтоплен. Нас атаковала вражеская эскадра. Необходимо ее уничтожить. Ну давай сюда. Эсминец трудная цель для авиации. К тому же он автоматически прикрывается от воздушных атак союзные корабли. А, автоматически он сам прикрывает в радиусе действий своей зенитной артиллерии. Как видим, вражеский бомбардировщик попал под зенитный огонь с эсминца при атаке на линкор. К сожалению, наш эсминец получил тяжелое повреждение от артиллерийского огня. Выберите эсминец. Откройте информационную панель корабля. Обратите внимание на то, что корабль состоит из модулей. В случае с эсминцем это Главный калибр. Вот сюда, да? Торпедные аппараты. Зенитная артиллерия. Глубинные бомбы. Двигатель. И корпус. Корпус где? Не вижу, где подсвечено. Ну ладно. Я думаю, разберемся. Общий показатель прочности в игре, именно МХП, корабль является самым МХП всех его моделей, включая корпус. Получаемый урон распределяется по модулям, снижая их прочности и работоспособность. Все поврежденные модули, кроме корпуса, постепенно ремонтируются. Хорошо. Каждого хода. Корпус корабля невозможно установить до окончания операции, если бы прочность падает до нуля, корабль тонет. Справедливо. Пробоины в корпусе повреждения двигателя уменьшают скорость корабля, а это приводит к снижению его защиты. Сейчас наш эсминец полностью обездвижен, так как его двигатель сломан. Нет времени ждать, пока его отремонтируют обычные порядки. Вывестись боя. Закройте панель. Экстренный ремонт. Где? У нас есть типа хилка. Уберите час корабля. Вроде двигатель сказали лечить. Двигатель эсминца отремонтирован, корабль снова может двигаться и его защита выросла. Хорошо. Ну, мне бы сказали, что делать. Теперь введите его подальше от вражеской эскадры. А сколько у меня дальность хода, я понять не могу. А, вот, обозначено. Понятно. Утекаем с села, так сказать. Пока не поздно. Вражеские подразделения бомбардировщиков все еще представляют игрушу. Нужно покончить с ним. Выберите линкор. Уберите изнительную артиллерию. Сделайте два залпа по вражескому бомбардировщику. Давайте ближе, чтобы... А можно как-то повертеть? Колесиком? Да, можно. Это красиво. Так, ну давай сюда. Бах. Слушайте, мы его так и не завалим. О, нет, завалили. Превосходно пришло время нанести ответный удар по кораблям противника, но сначала нужно снабдить наш линкор более эффективно, с линкорными боеприпасами, направьте линкор к порту. Знаете что, иногда очень безумные просадки, не знаю, с чем связано. Прямо вот до 30 сейчас, во время взрыва. Так. Откройте информационную панель корабля. Левой кнопкой на снаряжение. Нифига себе, сколько вкладок. Сейчас первая ячейка снаряжения занята отрядом морпеха, поэтому выберите вторую. Уберите бронебойные снаряды. Получить. Закройте панель. Активируйте бронебойные снаряды. Вы не сможете эффективно атаковать линкор противника навигацией и субмаринами, пока не отстраните прикрывающие его эсминницы. Активируйте для этого артиллерирую своего линкора. Бахайте, говорят, ну давай. Еще раз. Он утонет или нет? Еще один вражеский корабль подтоплено, однако на этот раз дистанция позволила эсминницу противника открыть ответный огонь. Нужно оценить повреждения нашего линкора и откройте панель корабля. Как видим, оценительная артиллерия и второй калибр получили повреждения, а, то есть нам пуху могут зимитная артиллерия и второй калибр. Понял, закройте панель. Теперь выберите подлодку. Это подлодка? И правда. Подведите ближе к линкору противника. Атакуйте линкор. Линкор. А чем? Ну, видно только одно у нас есть. Ну-ка. Внезапная атака. Стелс. Ваша подлодка только что провела успешную торпедную атаку. Давайте посмотрим на ее результат. Выберите вражеский линкор. Откройте его информационную панель. Используйте прокрутку колесико мыши, чтобы увидеть нижний ряд атакованок. Торпеды наносят урон исключительно корпуса корабля. Как видим, корпус линкора получил урон и пробой, но каждый пробой наносит дополнительный в конце хода. Понятно, так? Вот это. Чем меньше у корабля очков движения, тем хуже его защита, но учитывается лишь максимальное количество очков. Страта их на перемещение никак не влияет на защиту. Откройте панель. Теперь следует нанести по противнику удар с воздуха. Выберите авианосец, на котором базируются бомбардировщики. Основным оружием авианосца является авиакруппа, которая и на нем базируется. Она может состоять из палубных истребителей, пикирующих и торпедных бомбардировщиков. Выберите пикирующий бомбардировщик SBD-3, в даунтлесс и в нижней части экрана. Откройте информационную панель пикирующего бомбардировщика. Выберите снаряжение. Зажигательные бомбы. Получить. Закройте. Но это мы уже видели. Активируйте. Атакуйте. Ага. У него, кстати, дальность полета офигенная. Уберите часть корабля. Поможет выборочно атаковать определенные модули корабля. Сейчас вам необходимо ПВО. Ну давайте ПВО. Уведите бомбардировщик на соседний Гекс, чтобы освободить место для атаки следующим самолетом. Так, это мы получили входящий урон. Угу. Уничтоживая защиту врага, вы теперь можете атаковать его нашим торпедоносцами. Торпеда наносит урон исключительно корпуса корабля. Однако во время и после атаки этим оружием бомбардировщик обладает повышенной уязвимостью. Выберите первый торпедоносец. Торпеды можно атаковать из соседнего Гекса цели, однако если сбросить ее из Гекса, где стоит сама цель, урон будет выше. Передвиньте торпедоносец на Гекса вражеским линкором. Атакуйте вражеский корабль. Надо подождать пока он долетит, видимо. Ну-ка. Так, ну и отведи, освести, чтобы соседний Гекс. Единственное, до конца не понимаю, когда у меня закончатся ходы. Уберите следующий торпедоносец. Вражеский линкором, но это мы уже делали, сюда. И атаковать, сейчас он долетит. Ну, короче, ему приходится не сладко. Отведите соседними, понятно, классика. Берем последний, сюда. Довольно долго все происходит, прям безумно пошаговая штука. Потопительный линкор был трудной задачей, но вы с ней справились. Фражеская эскадра уничтожена. За уничтожение подразделения, выполнение дополнительных задач, захват инфраструктуры и взятие в плен отрядов противника, вы получаете очки престижа. Их можно потратить на приобретение подразделений. Снаряжение сейчас у вас достаточно престижа, чтобы усилить свой флот. Выберите значок престижа левой кнопкой мыши. А, вот сюда, нифига. Так, вы открыли, отлично, отлично, описание. Так, ну вот, чё, Клемсон, класс 10. Нажмите получить, не знаю, что это такое, это, наверное, более лучший корабль эсминец. Закройте панель. Теперь выставим переплетенный корабль на карту, нажмите резерв. Новое подразделение на гексы. Знаете, что хочу сказать? Вообще нифига непонятно, куда кликать, потому что маленькая зеленая кнопка ничего не дает. Выставьте на обозначенный гекс. А, на конкретный. Конец хода. Ммм, они здесь хилятся хорошо и заряжаются. Подлодка внезапно. Наш линкор поддерживается по торпедной атаке. Очевидно, вражеская подлодка где-то рядом, но ее невозможно там предложить без сценара. Уберите наш эсминец. Господи, чё здесь с графикой святой передачи? Подведите эсминец к месту, с которым была выпущена торпеда. Используйте сонар. Ну, сонар. Ничего не обнаружено, вероятно, подлодка противника покинула это место сразу после атаки. Но она не могла уйти далеко, нужно продолжить поиск. Выберите только что претеный эсминец. Подведите к месту предполагаемого нахождения подлодки. Как же я так предположить-то смог? Снова используйте сонар, в этот раз мы найдем. Вражеская подлодка обнаружена. Выберите глубинные бомбы, атакуйте ее. Повторите глубинными бомбами. Повторяем. Выберите торпеды, атакуйте ими. Ивана сплыла? Из-за того, что наступила ночь, все подразделения наносят меньше урона. Враг предугадал свою атаку так, чтобы мы не смогли потопить его подлодку своим эсминцам. К счастью, торпедоносные бомбардировщики также могут поражать подлодки своими снарядами. Выберите торпедоносец. Ну, давай, сюда. Ночью урон ночи не снижается, однако этот торпедоносец снаряжен радаром, который снижает вдвое штраф от атаки в ночное время суток. Расположите торпедоносец прямо над подлодкой врага, чтобы нанести максимальный урон. Ну и бахаем. Вражеская субмарина подтоплена, у бомбардировщика закончились торпеды. Чтобы их пополнить, нужно посадить самолет на аэродром, либо в случае с палубной авиацией на авианозе. Кроме этого торпедоносца есть раненые после атаки по вражескому линкору. Откроете информационную подразделение. Штрочки раненые, сила сейчас там оказывается, что подразделение в строю 8 из 10. Где это написано? 8 из 10, я без понятия. Так, смотрим, вот. Сила раненые, хорошо. Так, погибла при посадке на действующий аэродром, восстанавливает, хорошо, понятно. Откуда? Вот отсюда взяли. Теперь посадите самолет на авианосец, для этого нажмите кнопку «Лететь на ближайший аэродром или авианосец». Вот эта кнопка. Теперь снова откройте информационную панель вашего торпедоносца. Все восполнилось, отлично. Ваши другие торпедоносцы, атаковавшие линкор, также получили повреждение посадить их на авианосец, чтобы восстановить подразделение боеприпаса. Подведите его к торпедоносцам. Ну-ка. Выберите по очереди каждый из бомбардировщиков и прикажите им лететь на ближайший аэродром. Ну, понял. Так. То есть пока одно не закончится, второе не начнется? Понять не могу. Давай на базу, дядя. Почему ее выбрать не могу? А, пока не... Ясно. Пока не сядет, выбирать нельзя. Понятно, понятно. Наша следующая задача – захватить вражеский остров. Занять нужно порт-центр поставок. Для начала разведем оборону острова. Для этого используем разведывательный гидроплан, что находится на каждом линкоре. Выберите линкор. Так, а можно мне управление? Сегодня игра. Здесь в ВСД нельзя управлять, вы прикиньте. Выберите гидроплан. Так. Гидросамолет. Поднимите самолет в воздух. Отправим гидроплан на разведку вражеского острова. Поехали. Разведка обнаружила за островом присутствие сил противника, однако из-за ночного времени суток область обнаружения разведчика были снижены, поэтому вы не смогли определить точное количество вражеских подразделений и также их тип. Нужно более детально разведать вражеские войска, однако вы можете запускать только один гидроплан в ход. К счастью, есть еще одно средство обнаружения – штабное умение авиаразведка. Нажмите на значок командные очки в правом верхнем углу. Выберите способность авиаразведка. Отправьте разведывательный самолет к вражеским подразделениям. Обратите внимание, что он пролетает 3 гекса, проводя разведку области вокруг. Ну, давайте. С помощью разведки силы противника были опознаны как авианосец под прикрытием двух истребительных подразделений. Необходимо потопить авианосец с этой цель исключительной важности. К сожалению, ваши истребители не оснащены радаром, поэтому атака в ночное время суток поставит самолеты в невыгодное положение. Лучшим решением будет подойти ближе к вражеским самолетам под прикрытием ночи, а утром напасть на них выберите авианосец. Передвиньтесь ближе к вражеским подразделениям, не волнуйтесь. В конце прикольный тип этот, а горит ночью все норма будет, не ссыкуй. Истребитель прикрытия на авианосец невозможен. К тому же два истребителя рядом сложена воздушная цель. Так как они прикрывают друг друга, здесь нужно использовать специальную тактику. Вписать боем один вражеский истребитель и молниеносный атаку, уничтожить второй, к счастью, союзные истребители получили опыт в прошлых боях, поэтому сейчас им можно повысить уровень и изучить новую необходимую вам способность. Куда нажать? Окей. Однако предварительно следует ослабить вражеские войска артиллерийским огнем авианосца. Выберите авианосец. Подведите ближе к вражеской авиации. Выберите зенитную артиллерию авианосца. Атакуйте вражеский истребитель, заведшим над авианосцем. Ну, сюда давай. Повторите атаку. Ну, когда-нибудь появится курсор, я думаю. Да. Основной калибр авианосца также способен стрелять по воздушным целям. Выберите его. Серьезно? Нифига себе. Ну, я думаю, намного дамаговая. Вражеский истребитель. Нет, тоже самый урон. Странно. Теперь можно добить вражеские самолеты союзной авиацией. В первую очередь нужно уничтожить самолет, заведший над авианосцем, для того, чтобы... Ага. Выберите первый истребитель. Так, подождите. То есть мне надо отойти? Первый истребитель. Ну, он... Вот здесь у нас был истребитель. Нет? Добить вражеские самолеты союзной авиацией. В первую очередь нужно самолет сбросить бомбы. Выберите первый истребитель. А, то есть он у меня уже автоматически выбрался. Информационную панель. Нажмите уровень. Выберите навык связать боем. Воздушный... Воздушный... Слушайте, прикольно. Нажмите поднять уровень. Закройте панель. Теперь реактивайте так, что изученный навык. Поднимите самолет в воздух. Сбежите боем, прикрывающий самолет противника. А, то есть это был авианосец. Господи, как же сложно. Выберите следующий истребитель. Откройте информационную панель. Уровень. Ударил, убежал. Поднять уровень. Не, очень прикольно. Безумно много возможностей. Довольно продуманная игра. Опять же, очень необычно, что это все пошагово. Ну, разумеется, еще бы попадать можно было. Ваншотнул жестко. Последний истребитель. Информационную. Уровень. Ударил, убежал. Ну и вроде как мы всех развалили. Я уж не втроем-то, на двоих. Это было несложно. Гражескому пора уйти на дно. Атакуйте его в первую очередь субмарины, чтобы ослабить защиту. Уберите субмарину. Подведите. Угу, плывем. И сделайте торпедный, говорят, выстрел. Но это несложно. Выбираем и бахаем. Теперь переосносите пикирующий бомбардировщик. Пикирующий. Как его... Вот если бы я еще в них разбирался. Так. Наряжение. Бронебойные бомбы. Получить. Закрыть. Активируйте бронебойные бомбы. Поехали. Ну и погнали его бахать. Выберите часть. Куда? Обычная атака. Корпус. Обычная атака. А он полетел или нет? Да, полетел. Ну и отлетим немножко сюда. Написано же, отведите в сторону. А, разумеется, сюда. Хорошо. Главную дарнгруппу, выберите торпедоносец. Подведите к вражескому авианосцу. Повторяйте. Пускайте торпеду. Так. Летательный аппарат летит. Теперь можно бахать. Очень удобное управление. В плане того, что когда много всего, фиг наведешься. Так, ну и отвезти в сторону. Выберите следующий. Сюда. Ща как пущу. Ну и дроп забамп, как говорится. Еее. Авианосец потоплен. Вернемся к захвату острова. Чтобы не рисковать жизнями ваших наземных подразделений, и расстреляем вражескую пехоту. Корабли и артиллерии. Орудия и эсминцы не очень эффективны против окопанных подразделений на берегу. Но в вашем распоряжении есть калибр покрупнее. Поберите линкор. Подведите к острову. Подведите гидросамолет над берегом. Хорошо. Разведка. Сюда. Как видите, вражеские подразделения в порту окопались. Уничтожите окоп выстрелами из более слабой артиллерии второго калибра. Затем уничтожьте пехоту мощным выстрелом из первого калибра. Выберите линкор. Второй. Бахаем. Бах. Теперь выберите главный. И продолжите процедуру. Подразделение врага уничтожено и порт опустело. Обратите внимание, что хп порта также опустилось до двух. Два. Инфраструктура, у которой меньше половины хп, перестает функционировать. В конце хода инфраструктуры устанавливают 20% в максимальном значении хп. Теперь нужно захватить объекты на острове. Так как здесь не осталось сопротивления, то можем воспользоваться небольшим отрядом морпехов. Что есть на борту линкора? Выберите ряд морпехов. Слишком немногочисленный для серьезного штурма. Однако она может быстро захватить свободный от войск противника прибрежный объект. Выстрелите в порту их. Я извиняюсь, у меня что-то горло сегодня уезжает. Ну поехали. Займите центр поставок. Нажмите конец схода. Отлично. Победа что ли? Довольно стильно. Теперь пришло время провести высадку наших десантных сил на главный остров противника, разгромить гарнизон и захватить аэродром. Из-за того, что вражеский истребитель был связан боем, он не передвигается по своему ходу. Добейте его истребителем, используя навык удары лубежом. Ваншот? Да. Так, авиаразведку в остров. Как сделать-то? Возможно, мне что-то нужно выбрать конкретное. Потому что я пока... Ну, авиаразведка, это у нас... А, вот сюда, вот видите, опять же, к вопросу о том, что вообще нифига непонятно, что делать. В смысле? Ну я же нажал. Пять, у меня больше. А, не туда. Проведение воздушной разведки было сорвано внезапно обстрелом с земли. Этот район прокрыт зенитной артиллерией. Необходимо использовать против нее специальную тактику. Выберите истребитель, активируйте режим прорыва ПВО. Активируйте навык Форстаж, чтобы получить меньше урона от атаки ПВО. Теперь атакуйте. Поехали. Как видим, вражеская зенитная артиллерия атаковала и остановила движение вашего самолета. Однако, благодаря навыку прорыва ПВО, он имеет возможность продолжить движение, произвести атаку снова, а дайте команду вражескую зенитку. Если истребитель совершил перемещение и атаковал наземную цель, то затем он сможет сместиться еще на один гекс, это дает возможность атаковать ту же цель остальным самолетом на текущем ходу. Теперь выберите подразделение ПВО противника и откройте информационную панель. Обратите внимание, навык автора атака по воздуху сейчас, он зачеркнут обычно. Подразделения с данным навыком автоматически обстреливают самолеты, вошедшие в пределы зоны достигаемости зенитного огня. Однако, из-за удара истребителя данное подразделение решилось возможности производить авто за атаку до конца хода. Закройте панель. Атакуйте ПВО вторым истребителем. Форсаж. А зачем форсаж, тут же никого нет. Странно, ну ладно. Я так понял, она уже не сможет атаковать. Нет, прекрасно может. Теперь необходимо высадить десант на остров, выберите транспорт с морской пехотой. Так, пехота, не имеющая тяжелого вооружения, может высаживаться на типы местности равнины и мелководья. Подведите транспорт к берегу. Сюда. Нажмите на значок высадки. Выберите. Войдите в пехоте в город, атакуйте вражеское ПВО. Ну, атаковать враж... А, господи, как же сложно наводиться в этой игре. Не знаю, почему. Оставший без дееспособных солдат, вражеское подразделение отступило назад. Если атаковать его еще раз, такое подразделение сдается в плен, либо будет уничтожено. Обратите внимание, после победы над врагом в ближнем бою, подразделение пехоты получило возможность занять гекс, в котором находился враг. Такой способностью обладают все подразделения, что уничтожают врагов в ближнем бою. Займите гекс с портом. Доверьте подразделение ПВО палубной авиации. Торпедные бомбардировщики могут атаковать не только торпедами, но и обычными бомбами. Выберите торпедный бомбардировщик. Деактивируйте торпеду, нажав на ее иконку. Атакуйте вражеское подразделение. Деморализован. Тяжелые подразделения могут быть высажены только в порту, а владев данным объектом инфраструктуры, мы получили возможность доставить на остров танки артиллерию. Выберите транспорт с артиллерией и подведите к порту. Высаживать подразделение можно на любой гекс, который граничит с портом. Так как артиллерия в бою имеет большой радиус атаки, визуне в ближнем бою, высадим ее подальше от вражеских подразделений, заодно за входя в центр снабжения. Стреляйте артиллерией и пехоту. Угу, ну давай. Как вы могли заметить, артиллерийский обстрел нанес урон не только пехоте, но и аэродрома. В конце хода игрока все строения под его контролем восстанавливают по 2 хп, однако не будем разрушать дальше аэродром, он может быть еще понадобится. Сейчас необходимо перебросить подразделение пехоты с базы ближе к зоне боевых действий. Выберите подразделение пехоты. Благодаря тому, что это подразделение не несет тяжелое снаряжение и не имеет наземного транспорта, можно перебросить на самолете гидроплане. Слушайте, неплохо. Поехали. Поднимите воздух на мелководье. Поднимите самолет в воздух. Мелко так и сделали. Высадите. Подразделение не хватает очков движения, чтобы атаковать вражескую пехоту. Поднимите уровень подразделения и выучите навык марш-бросок, по данному, как вы понимали, истребителем. Поехали. Теперь навык дадите к врагу, атакуйте его. Ну, давайте попробуем. Продолжим наступление на остров. Выберите транспорт с танковым подразделением. Снова сюда. А тут же уже был корабль. Как они уместятся? Ну, ладно. Так, выгружаем их. Танковое подразделение, атакуйте его. Давайте. О, танки быстро ездят. Это хорошо. Ну и давайте бахать. Все отряды противника уничтожены. Отлично. Вы выполнили последнюю задачу. Чем большие цели вы достигнете, тем больше очков победы получите за операцию. Очки победы тратятся в компании на покупку штабных способностей, вроде авиаразведки. Помимо этого очки влияют на звание вашего командира. Кажетное новое звание. Ага, хорошо. Обратите внимание, что ваше танковое подразделение снова может двигаться и стрелять. Это особый навык танкистов и танков, который срабатывает, когда вы уничтожаете или заставляете отступить вражеские подразделения. Занимите аэродром этой миссии. Так, ну давайте. Сюда. Адмирал, порт и аэродром на острове захвачены. И теперь на территории под вашим абсолютным контролем. Еее. Прикольно. Вам уже известно о восстановлении раненых в воздушном. Так, ну совершенно посадку. Так, подождите, что делать? Сюда. Посадку. То есть это еще не конец обучения? Оно бесконечное. Навыки штаба. Выберите пополнение. Количество, давай. Закройте панель. Откройте информационную панель бомбардировщика. Сила подразделения стала равна 10. Пополнение. Ясно. Закончено. Большие способности. Завершите. А так нажимал же. Так, хорошо, прикольно. Очень интересное обучение. Господи, здесь безумно много всего. То есть получается, что загрузить игру. Давайте пробуем загрузить. Просто хотя бы приблизительно, понимаете. Теперь я понял, не понял. Конечно, я не понял, кого мы обманываем. Так, игра на SSD довольно быстро идет. Так, ну и теперь можно как бы бомбить. Как мы это все сделали. Слушайте, прикольно. Я знаете, что хочу глянуть? Покинуть игру. Главное меню. Получается новая игра. Давайте одним глазком глянем за Тихоокеанскую. Типа это то же самое будет или нет? Доброе утро, Гавайи. Гонололо. Так, ну если вдруг кто-то будет сам играть, то поглядите. А я хочу глянуть именно визуально. Будем ли мы защищаться? Последние четыре месяца. Огромная Австралия. Слушайте, да, другая миссия. Офигеть. Круто, круто, ребят. Реально, офигительно. Угу, угу. Что могу сказать? Это очень неплохо. Знаете, я, наверное, еще, короче, обзорное видео, скорее всего, сделаю. Вот. Но для этого мне придется еще немножко поиграть и немножко больше разобраться. В общем-то, если видос... А, ну что я об этом говорю? Я теперь сделал пост-вьюшку, который буду в каждое видео вставлять. Вот. Мне теперь не придется постоянно говорить. Короче, ссылка на эту игру Стима в Стиме будет в описании. Если что, заглядывайте туда. Ну, в общем-то, как-то так. Я вам все скажу. Надеюсь, видос вам понравился, игра вам тоже зайдет. Если что, пишите свои мысли в комментарии, буду рад почитать. Огромное спасибо спонсорам канала, а также всем спасибо за просмотр. И надеюсь, что видео вам понравилось. Если это так, то можете поставить лайк и подписаться. Это очень сильно мотивирует стараться лучше и больше. Также можно нажать колокольчик, чтобы не пропустить новых роликов. У нас все честно, если не понравилось, ставим дизлайк. В описании всегда есть интересные ссылки, также можно посмотреть и другие мои ролики. Всем всего хорошего, счастья, здоровья, чтобы все у всех было хорошо. С вами был Хилхерц.